Добрый день, дорогие телезрители. Меня зовут Ринат Дашкин. И сегодня мы обсудим особенно актуально для общества на данный момент тематику, тему мошенничества и методов борьбы с ним. Не секрет, что в последнее время все большее число граждан подпадает под руку недобросовестным людям и мошенникам, ухитряются схемы с развитием технологии и интернета, распространяются новые виды мошеннических уловок. О том, что сейчас происходит в этой сфере и как не попасться на удочку мошенникам, сегодня поговорим с начальником отделения по раскрытию мошенничества уголовного розыска Управлением МВД России по городу Казани Вафином Эльдаром Раисовичем. Эльдар Раисович, добрый день. Добрый день. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы в этой студии. Начнем с общей картины. Могли бы вы рассказать о ситуации с мошенничеством в целом? То есть, есть ли какая-то статистика совершения преступления этого рода за последнее время? И насколько эта тема, в принципе, сейчас актуальна? Значит, мошенничество – это преступление, занимающее особое место среди преступлений, связанных против собственности, которое постоянно модернизируется, изощряется в новых способах, в новой тактике. Под что, что является, значит, наши граждане не защищены, не подготовлены к этому, поэтому, соответственно, становятся жертвами. Значит, за 8 месяцев у нас совершено более 1800 мошенничеств, вот, значит, из которых особое место мы выделяем. Это мошенничество, связанное с использованием сотовых телефонов и сети интернет, это дистанционное мошенничество, где наши граждане, потерпевшие, не видят непосредственно лица совершающего преступления. Их у нас более тысячи, что порядок больше, чем предыдущие года. Да, вот если сравнивать как раз-таки с прошлыми годами, то лучше ситуация становится или нет? Ну, ситуация ненамного, она лучше, значит, в прошлом году где-то порядка тысячи. Ну, примерно цифра такая же, примерно цифра такая же, но, к сожалению, вот формы и способы, они становятся все более изощренные. Вот. Поэтому нас это очень как бы беспокоит, и люди, к сожалению, подпадают. Да, вот как раз-таки, переходя к формам, основной целью мошенников является, конечно, имущество и финансовые активы. Какие виды мошенничества сейчас существуют, какие уловки сегодня мошенники используют, чтобы украсть, либо забрать себе активы граждан? Значит, мы выделяем основных три вида мошенничества. Это у нас с использованием только сети интернет, это с использованием сети интернета и сотовых связей, и это так называемое у нас социальное мошенничество, где жертвами становятся пенсионеры, ветераны, пожилое население нашего города. Вот. Значит, что связано с сетью интернет? Да, если можно поподробнее. Это все непосредственно связано, когда люди пытаются приобрести товар, заказать какие-то либо услуги, используя сеть интернет, значит, общаются и в результате становятся жертвами. Мы, как бы, здесь основным, с мерами предосторожностями хотим предупредить о том, чтобы читали отзывы, во-первых, тех, с кем они ведут переписку. Вот. В основном отзывы, значит, данные преступления, они серийные, серийные, жертвами не становится только один или два человека, большое количество становится. Значит, жертвами становятся граждане не только города Казань, но и других городов, и других субъектов Российской Федерации. Вот. Полностью смотреть данные сайты, когда они зарегистрированы, если зарегистрировано только небольшое время, соответственно, это уже. Должен быть сигналом для того, чтобы могут быть мошенники. Вот. И все-таки, если приобретая товары через интернет, какие-то заказы, услуги, необходимо в любом случае, просто увидев, созвонившись, не вестись на поводу того, что там маленькая заныженная цена, какие-то акции проходят, да, а все-таки договориться о встрече с продавцом, увидеть данный товар, действительно попробовать, включить его, значит, его рыбоспособность проверить, только после этого как бы рассчитываться. Ну, то есть быть максимально бдительным и… Максимально бдительным. Узнавать информацию, насколько возможно. Да. Второй вид – социальное мошенничество. Телефонное, телефонное интернет-мошенничество. Второй вид мы, как бы, тоже отмечаем. Значит, когда у нас поступают звонки, значит, гражданам, это ваш родственник попал в беду, вот, пытаются выступать сотрудниками полиции, какими-то юристами, где за вознаграждение пытаются завладеть, значит, деньгами. Значит, путем рассылки смс-ок, то, что ваша банковская карта разблокирована, вот, или ваша сим-карта заблокирована, какие-то произведены несанкционированные, значит, подключения, снятия к деньгам, деньгам. Значит, соответственно, получая, заведя разговор, граждане беспокоят за те денежные средства, которые у них имеются на счету, передают злоумышленникам все реквизиты, которые необходимы для того, чтобы подключиться и списать с них денежные средства. Вот. Значит, также сейчас хотим отметить ту форму мошенничества, когда люди знакомятся в интернете, вот, хотят какие-то либо дружественные какие-то отношения выстраивают. Вот. Потом начинается также общение по телефону, в результате преступник становится жертвой какой-то либо ситуации, которую расписывает, вот, или, опять-таки, сотрудники полиции за какую-то либо ответственность его привлекают, или он в больницу попал, срочно нуждается в деньгах, вот, соответственно, переведя деньги, все номера, все страницы в интернете, они все блокируются, отключаются. Значит, что относится к стальным мошенничеством, это, соответственно, когда непосредственно в городе при личном контакте гражданам подходят лица, представляются соцработниками, вот, представляются знакомые их, дальних родственников, вот, сотрудниками, которые, там, вот, служба Гургаза, которая проверяет домоходы, значит, проводят там какие-то либо любые работы проводят, да, в связи с чем, соответственно, также входят в доверие. Бывает, что оставляют в залог какие-то вещи, говорят, что они дорогостоящие, там, посуда дорогая, какая-то другая одежда, постельное белье, свои украшения снимают с себя, оставляют в залог, как бы, после этого все, все денежные стопы похищают, вот. Или уже, как бы, встречаясь, начинают говорить в приличном контакте, что мошенники бывают, что действуют в группе, что она хорошая и сновидящая, видят, что на нее наложен упорчик, какие-то манипуляции проводят, вот. И, соответственно, люди, ведя этим самым заблуждение, становятся жертвами, тоже отдают последние свои деньги, чтобы, как бы, излечиться своих родственников, себя излечить от всяких ненужных болезней, от всяких на них наложенных, якобы, заветов. Да, вот, далее хотелось бы уточнить, какая работа уйдет со стороны МВД, но прежде всего, вот, как именно жителям, как горожанам не попасться на удочку мошенникам, как быть бдительным и как предупредить появление опасной ситуации. Значит, основной метод борьбы с данной категорией преступлений мы оставляем, это профилактика, вот, значит, в обязательном порядке у нас многими службами проводится обход жилого сектора, именно людей, подпадающие под категорию, подпадающие под категорию наиболее уязвимые, которые могут стать жертвами. Вот, значит, в социальных местах раздаются листовки, проводятся также беседы разъяснительные, вот, также выступаем, как бы, на радио, на телевидении, доводим все меры предосторожности, вот. Вот. Ну, основные меры предосторожности. Мы, как бы, обязательно рекомендуем при поступлении какого рода или либо СМС-сообщений о том, что ваша банка с карты заблокирована, значит, ни в коем случае не называть полностью данные, вот, чтобы разблокировать. Все официальные разблокирования, какие-то другие манипуляции, они проводятся только непосредственно на банке. Когда гражданин подходит, предъявляет документ, удается речь личность с банковской карточкой, вот, непосредственно, дистанционно, через телефон, никакие манипуляции не происходят. Ни в коем случае ничего не называть. Если звонят, опять-таки говорят, что представляются родственникам, просят деньги для оказания помощи, ни в коем случае деньги никому не передавать, сразу пытаться дозвониться до родственника своего, выяснить все обстоятельства. Если такое не получать, то позвонить в полицию и сообщить, что в такой ситуации. Вот, значит, при приобретении товаров через интернет, вот, все-таки мы советуем, чтобы это только носило информационный характер, вот, чтобы человек мог убедиться, что, например, есть такой товар по такой цене, и в любом случае визуально в дальнейшем встретиться с продавцом или с покупателем, вот, и тогда уже у него только с ним производят расчет. Никаких предоплат, никакое описание через интернет, по телефону, какие-то фотографии, какие-то видеоролики, которые присылают, как это работает, как это происходит, да, ни в коем случае таким образом не исключить. Значит, при, опять-таки, при приобретении через какие-то сайты создаются много дублирующих сайтов, брендовых магазинов, брендовых компаний создаются, вот, читать отзывы полностью, вот, значит, смотреть, когда данные сайты созданы, вот, значит, и, этот, убеждаться, убеждая, что все-таки... Да, можете остановиться. Подумайте, подумайте. Ага. Значит, при приобретении товара через брендовые сайты, брендовые магазины, читать о них отзывы, смотреть информацию в соцсетях, когда данные сайты созданы, когда данный магазин открытый, и, значит, только после убедившись, что действительно все более-менее, чем правдоподобно, только после этого производить оплату, вот. Значит, при социальных мошенничествах, которые подпадают у нас наиболее уязвимые пенсионеры, люди пожилого возраста, вот, вот, ни в коем случае не заводить беседу с незнакомыми людьми, вот. Мы здесь, конечно, призываем больше их близких родственников, там, детей, более молодое поколение, которые все-таки за ними смотрят, ухаживают, которые с ними общаются, вот, предупреждать, чтобы ни с кем не общались, никому не передавали деньги, ни под залог каких-то либо вещей, вот, не подпадались под то, что, там, также поясняют они срочность, необходимость в деньгах, что, там, какой-то рост не попал в больницу, сейчас необходимо заплатить, залог оставляли, что они через несколько дней привезут, хотя это вещи потом оказываются простыми какими-то бижутериями, а никакими не драгоценностями, не впускать домой никаких, значит, работников, только убедившись, должны, как бы, уведомить заранее, да, под видом того, что, там, сотрудник газовой службы, сотрудник пенсионного фонда, вот, ни в коем случае никого не пускать, ограничить, вот, проверять документы у всех, вот, значит, после того, как проверили документы, спокойно можно перезвонить в ту организацию, в которой они представляются, убедиться, что, действительно, такой сотрудник в этой организации работает, что у него плановый визит, только после этого, как бы, допустить его, вот, просто выслушав на слух, что он является сотрудником какой-то организации, значит, ни в коем случае не впускать домой, не вступать в контакт с такими людьми, вот, основные методы профилактики, которые приведут к тому, что не станут они жертвами преступников. Спасибо за такой развернутый ответ, если переходить, вот, к результатам работы МВД Казани по раскрытию мошеннических схем, каковы они, и могли бы вы привести уже, ну, уже раскрытые преступления, как бы, как пример? Да, в последнее время нами раскрыто несколько ярких преступлений, значит, одна из граждан города Казани, значит, в какой-то момент, значит, читав газеты бесплатные, которые приходят, смотрят телевидение, значит, убеждалась в том, что ей нужна помощь экстрасенсов, вот, соответственно, найдя в газете бесплатное объявление о помощи экстрасенсов, вот, связалась с данным человеком, который оказывал экстракционные услуги, значит, в результате более миллиона денег она в течение, там, месяца практически передавая, вот, вот, значит, соответственно, в ходе работы по данному преступлению, практически, по горячему дам данное преступление было раскрыто, было установлено, значит, там, девушка приехала в Казань, подала бесплатное объявление, вот, находилась небольшой промежуток времени в городе Казани, значит, после того, как вот она непосредственно совершила отношение данных гражданных преступлений, она уехала в другой регион, вот, также, значит, у нас была задержана гражданка, которая приехала с Молдовии, приехала, вот, во дворах, где не в людных местах подходила, также к пенсионерам, вот, представлялась знакомой от их родственников других городов, соответственно, говорила, что необходимы ей деньги, чтобы здесь трудоустроиться, обустроиться на некороткое время, и в результате оставляла прямо с себя, заходя домой, снимала, вроде как бы, набит первоначально дорогие изделия, вот, сережки, браслеты, цепочки, вот, в результате похищала все сбережения, вот, данная женщина тоже была, после как вот она в отношении двух жительниц города Казани аналогические преступления совершила, вот, была в другом регионе также задержана. Значит, также у нас имеется под последнее время ряд задержаний, связанных с телефонными интернет-мошенничествами, где обзванивают граждан, которые подали объявление о продаже товара через Авито, через другие интернет-ресурсы, где под видом получения, значит, бронирования данного товара, которых устраивает, вот, путем введя в уверение, что они хотят заплатить предоплату, мошенник хочет заплатить предоплату, но чтобы внести предоплату на банковскую карту, ему необходимо узнать ее реквизиты. Соответственно, граждане давали, и данной карточкой получает доступ, мошенник уже похищал деньги, вот. Также, соответственно, еще один такой яркий пример, когда обзванивал граждан, представлялся от сотрудника службы запаса сотовой компании, вот, в связи с тем, то, что у многих сейчас банковские карты подключены к сотовым телефонам мобильному банку, соответственно, пояснял, что сейчас была хакерская атака, пытались несанкционированно снять с них деньги, вот, и чтобы таких предотвратить дальнейшее снятие, что деньги сейчас заблокированы, если мы сейчас их не разблокируем, деньги будут переведены, также получали доступ о номере полностью банковской карты, о сроке действия, и секретном ходе, которые только должны сами владельцы знать, и, соответственно, похищали с них денег. Значит, такие преступления, они серийными являются, много, большое количество имеется у потерпевших. Если же все-таки стали жертвой мошенников граждане, просим незамедлительных обращаться в полицию. И вот вопрос касательно ответственности, какие меры наказания предусмотрены за совершение мошеннических дел? Значит, ответственность за мошенничество у нас предусмотрена со счетом 159-й уголовного кодекса Российской Федерации, где предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 10 лет. Об очень важной социальной теме, о теме мошенничества и методах борьбы с ним мы сегодня разговаривали с начальником отделения по раскрытию мошенничества уголовного розыска управления МВД России по городу Казани Вафином Эльдаром Раисовичем. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин